Один человек погиб двое все еще в больнице после аварии с пассажирской «Газелью», которая произошла накануне на улице Волгоградской. Спустя считанные минуты после столкновения наша съемочная группа оказалась на месте ДТП. Что рассказали очевидцы, какова версия произошедшего у госавтоинспекторов, узнали мои коллеги. Искореженный салон пассажирской «Газели», груда металла вместо иномарки, несколько машин скорой помощи, столкнулись три автомобиля. Это «Хонда Аккорд», «Тойота Камри» и пассажирская «Газель». В ней ехали восемь человек. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель «Хонды». Он не справился с управлением, ехал в сторону улицы Лукашевича в крайнем правом ряду. В районе дома номер 24 начал опережать «Тойоту Камри», задел ее во время перестроения. Водитель потерял управление, «Аккорд» занесло и выбросило на встречную полосу. Там машина столкнулась с «Газелью». Мы ехали вчетвером, он обогнал, полностью сторону зацепил. Мы ехали, наверное, километров 60, по камерам, все нормально. Водитель «Аккорда» погиб на месте еще до приезда скорой помощи. За рулем был 31-летний Владимир Лейхер. Водитель и пассажиры автомобиля «Газ-32-21-32» госпитализировано в медицинское учреждение. Проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства и причины данного происшествия. Среди пассажиров «Газели» было четверо детей в возрасте от 3 до 12 лет. Трое из них получили ушибы, у одного – перелом. Очевидцы говорят, водитель вез пассажиров из города в район, но маршрутка не была зарегистрирована ни в одном транспортном предприятии и на линию вышла незаконно. Это уже вторая серьезная авария с участием пассажирского транспорта. 17 мая на улице Гагарина столкнулись «Мерседес» и «Газель». В аварии пострадали 14 человек. К расследованиям этих дел подключилось руководство управления ГИБДД по Омской области. Всем пострадавшим оказывается помощь. Тахмита Нысова, Светлана Еловнарова и Павел Ремнев. Новости здесь, Омск.